Привет, друзья! Довольно необычно как-то стало появляться перед вами в формате ролика, потому что в последнее время мы часто проводим стримы со зрителями канала, и, соответственно, мы общаемся в абсолютно прямом эфире. И формат оказался на удивление интересным, причём не только для меня, но и для вас, что самое-то главное. То есть поступает очень много вопросов, мы буквально не можем оторваться друг от друга, поэтому, если вы увидите на канале анонс стрима, я советую вам подключиться, поболтаем, обсудим. Ну, как показывает практика, оно интересно. А сейчас мы поговорим с вами об одних необычных наушниках, которые приехали ко мне на днях из самого Китая. Поехали! В последнее время мне часто пишут всякие китайские деятели, которые предлагают записать восторженный обзор какой-нибудь шняги. Как правило, эти деятели предлагают совершенно смешные деньги, поэтому даже если бы я зарабатывал на рекламировании шняги, я бы всё равно отказался, потому что тысяча, две тысячи, три тысячи рублей меня категорически не интересуют. И я даже немножко сочувствую тем влогерам, которые вот эту же шнягу у себя на каналах продвигают, и я понимаю, что они делают это вот как раз там за тысячу рублей. Ребят, я не знаю, зачем вы это делаете, попробуйте найти нормальную работу, а не заниматься вот этой фигнёй. Но иногда китайцы пишут, говорят, просто вот мы там смотрим ваш канал, нифига не понимаем, но вы вроде прикольные, хотите, мы вам пришлём наш товар, а вы про него честно расскажете. Я говорю, ну, конечно, хочу. И вот приехали наушники. Вы можете сказать, что это вообще-то не наушники, а это, не знаю, там, насадка-глушитель на пистолет или ещё что-то. Отчасти всё так и есть, но, тем не менее, это действительно наушники, это True Wireless наушники, то есть это убийцы, AirPods очередные. И они действительно интересные, они заслуживают вашего внимания, а не просто вот какая-то такая странная забава. Ну, я думаю, что вы достаточно смотрели на мою физиономию. Давайте-ка сменим план и посмотрим внимательно на наушники. Наушники поставляются в двух коробках. Вы спросите, а почему, собственно, двух? Сейчас объясню. Смотрите, ну, первая коробка, она довольно... Давайте, с другой стороны. Первая коробка, она, ну, коробка и коробка, то есть там вот кто-то похожий на недобасту в этих наушниках, сфотографирован. Ну, видно, что клеили вручную, потому что... Ну, вы сами всё видите, что я вам буду объяснять. Под блоком для наушников нас ждут мешочек, инструкция, в которой становится понятно, там, как пользоваться тач-панелью, и кабель. А, ещё насадочки, конечно. Насадочки... А, они все вот, по-моему, ехали куда-то. А, вот они. Насадочек много, то есть на разные-разные размеры. Мне подошла стандартная, но, тем не менее, если вы захотите повозиться, то вот, смотрите, тут их вон. Вон их тут сколько. Всякие-всякие разные. В ушах они сидят нормально, я вопросов никаких не имею. Можно бегать, прыгать, всё будет хорошо. Так, ну, эту вот коробочку в сторону. Теперь смотрите вот, что... А что в этой коробочке? А в этой коробочке стиль. Стиль по версии китайских мастеров. Вот спросите, блядь, что это за херня? Смотрите, это вот что. Вот чехол, да, просто чехол такой. Что это? Вы его так... Извините, перепутал. Открываете, и вау! Он вот какой. То есть вы можете менять, о чудо, стиль чехла. То есть вы можете сделать его вот таким вот в чёрную соту. Можете сделать его вот в стиле ГДРовских обоев времён советской власти. Но вот я не знаю, как это комментировать. Мне кажется, что это какая-то полнейшая фигня. Потому что, во-первых, кого парит, как выглядит чехол, кроме каких-то маньяков, я таких не знаю. Во-вторых, при всём уважении к бренду PAMILLE, я что-то как-то сомневаюсь, что вот им можно вызвать особую восторг у тех, кто ценит уникальные дизайны. Соответственно, ну не знаю, не знаю. Вам виднее, если вам это прикольно. Ну вот да, мне кажется, что это ерунда какая-то. Тем более, что вот его надел. То есть, в принципе, он сидит нормально, но, ну вот, ну вот как-то вот. Ладно, в общем, не будем придираться. Бог с ним. Что ещё мы должны знать про эти наушники? Смотрите, значит, выглядят они довольно мило. Я их слушал довольно долго, поэтому, если там какие-то артефакты вам попадутся, ну, простите, никто не идеален. Значит, они довольно крупные. А, ещё вот важный момент, давайте просто, чтобы вы понимали. Приложен. Вот чехол от них, вот чехол от AirPods Pro, вот чехол от обычных AirPods, и вот ещё для пущего контрасту. Где ж ты был-то, милый мой, родной? А, вот чехол от наушников Creative Outlier Air Sports, о которых мы поговорим в самом конце. То есть, ну, вы понимаете, чехол, мягко говоря, не маленький получился, и вот, то есть он такой очень ощущающийся в кармане, или не в кармане, в сумочке, не варю. Ну, продолжаем разговор. Что касается наушников. На официальном сайте написано, что они построены на самом продвинутом в мире чипсете Qualcomm QC3020. Это неправда, самый продвинутый чехол 3034, если мне кажется. Это базовый чехол, я сказал, да? Базовый чипсет в старой линейке Qualcomm, он поддерживает только кодек aptX, тогда как топовые умеют и aptX HD. Но не будем придираться, это мелочи. Они уже заиграли, то есть они не понимают, что наушники не в ушах, это вам не Apple какой-то. Но, опять-таки, не будем придираться, все наушники, которые не Apple, они вот такие, они не обладают достаточной экспертизой. Так, значит, поддерживает aptX кодек и AEC. Они влагостойкие, IPX6, то есть в них можно гулять под дождём. У них два микрофона, вот один сверху, один снизу. Да, и сразу скажу, что качество речи очень приличное. Единственная проблема, что этот эффект бочки, из-за того, что наушники вставляются достаточно глубоко в ухо, вот такой эффект бочки. Бук-бук-бук-бук-бук. Ну, это, опять-таки, на всех затычках так, ничего не поделаешь, придираться смысла нет. Но в остальном, вот, качество речи прям хорошее, даже если ветерок дует, там, не знаю, водичка течёт, то есть вычитается, всё, вас слышно очень и очень прилично. Время автономной работы до 10 часов. Плюс ещё этот мегачехлина умеет заряжать их в два раза. То есть суммарно у вас получается порядка 30 часов работы. Причём как в режиме воспроизведения музыки, так и в режиме разговора. На мой взгляд, это очень и очень немало. Я бы даже сказал, это очень много. Хотя есть аналоги, например, вот те же самые Creative Outler Airsports, они тоже умеют порядка 10 часов. Но это хороший показатель, потому что... Когда вы заткнётесь-то? То есть вот сенсорное управление, оно, конечно, хорошее, но вот здесь всё сосредоточено. Вот это центр жизнедеятельности. Ну там один раз нажал паузу, один раз ответить на звонок, два раза пропуск трека, долгое нажатие – это увеличение громкости, а на другом, соответственно, долгое нажатие – уменьшение. Можно вызвать Siri, можно вызвать там голосовой помощник на Android. Ну, всё как обычно, вполне. Сделано, на мой взгляд, неплохо. То есть, по крайней мере, никаких ни стыковок, ни симметричности нет. Всё вполне себе по уму. И, в общем, вот у меня именно... Что же такое? Ну, вот эта проблема, эта проблема всех наушников с сенсорным управлением, что, не дай бог, задел площадку и понеслась. И понеслась. Это немножко подбешивает, а иногда и не немножко, потому что, ну... Неудобно. Неудобно. Будем ждать, пока, наконец-то, функциональность как-то просочится из мира Apple. Ну, вот видите, вот просто повернул, они сразу заиграли. Ну, что это? Я всё-таки за аппаратные кнопки. Там тоже свои нюансы, но с точки зрения юзабилити, аппаратная кнопка хорошая – это хорошо. Ну, а теперь давайте вернёмся к другому ракурсу, и я лично расскажу вам, как же они всё-таки звучат. Докладываю, звучат очень прилично. Вы знаете, я, честно говоря, даже не ожидал, что китайские наушники могут настолько прилично звучать. Значит, во-первых, басы. Басы – обалденные. Басы прям вот как будто бы это не вкладыши вот такого размера, которые просто вот вставляются в ухо, они больше напоминают что-то действительно приличное. Во-вторых, серединка. Серединка – огонь. Серединка хорошая, детальная. Никакой каши между источниками. Знаете, как часто бывает, вот вроде играет нормально, но вот появляется вам десяток инструментов, они начинают друг друга глушить, клакать, пукать. В общем, это фигня. Здесь этого нет. То есть басы и серединка прямо вот пятёрка. Пятёрка. Высокие частоты. Вы знаете, если бы я не был аудиофилом потомственным, в четвёртом поколении, чей прадед-одиофил ещё гонял поклонников Сенхайзера по Кубани, я бы сказал вам, что высокие тоже идеальные. Но, будем откровенны, не идеал. Они хорошие, они достаточные. То есть нельзя сказать, что что-то прям всерьёз приглушается. Но когда вот какие-то там, знаете, треугольнички где-то там вверху в отдалении позвякивают чуть-чуть, вот это вот слышится чуть приглушённо. Это мои капризы, это моё занудство, потому что нормальному человеку всё это не очень нужно, скажем, интеллигентно. То есть высокие частоты тоже нормальные, но не идеальные по сравнению с некоторыми Hi-Fi наушниками. Всё вместе получается очень хорошо. Вот прям хорошо. То есть кроме того, что есть проработка всего диапазона частот, ну почти всего, скажем так, достаточная проработка. Вот это басяры эти прям мощные, хорошие. И панорама. Панорама прям, вот такая панорама. Прямо вот перед глазами у тебя всё это встаёт. Очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому, наверное, это лучшие китайские, подчеркну важный момент, китайские наушники, которые вот попали ко мне в руки и самое главное в уши. Один важный момент забыл, очень важный. Ни в коем случае не подключайте эти наушники к айфону. Несмотря на то, что они теоретически поддерживают кодек AAC, похоже, вот прям по всем признакам, когда подключаешь их к айфончику, врубается профиль SBC. Это базовый кодек, который в принципе не способен передавать музыку. Ну, по крайней мере, чтобы это было на что-то похоже. И если вот то, о чём я вам говорил, вот эта панорама, все проработка частот, всё это есть только, когда вы подключаете к смартфону, ну или какому-то другому устройству, поддерживающему AptX кодек. Без этого кодека эти наушники бессмысленно. На айфоне они звучат, как кусок ржавого ведра. То есть, остаётся только басы. Басы, да, действительно, никуда не деваются, но серединка шляпная, высоких вообще нет, и звук абсолютно плоский. То есть, слушать эти наушники, помююнники, на айфоне, это просто деньги на ветер. Для айфона не покупайте ни в коем случае. Ну и о главном, Фёдор, о цене. Всё стоит своих денег, и даже если есть какие-то прекрасные, безупречные, идеальные продукты, если они стоят несуразных денег, наверное, вы их не купите. Ну и я, соответственно, тоже. Помююнник, пока в России, по крайней мере, на прилавках, мне не встречался. Не встречались, простите, множественное число. Они и на Алиэкспрессе пока не появились, хотя там помюнник всякого полно. Но их можно заказать на официальном сайте. На официальном сайте они стоят 89 долларов, плюс доставка в Россию 8 долларов. Итого мы посчитали, да, вместе с вами 97 баксов. Это на наши деньги нынешние порядка 7400 рублей. Ну, знаете, блин, крепковато. Вот крепко это, потому что наушники – это такая хитрая субстанция, которую мы покупаем не только ради звука, но и ради какого-то престижа. Очевидно, что если вы наденете наушники «Памю», скорее всего, ваши утончённые одногруппницы, одноклассницы и просто коллеги, они не будут так же визжать, как от Гуччи, например. Ну, не будут, да. И даже не так, как от Сенхов, не так, как от Монстр, не так, как от Кеннартон. Поэтому доплата за бренд, в данном случае, отсутствует. Что касается звука. Звук прекрасный, но, понимаете, вот, допустим, продаются наушники Creative Outlier Air Sports. Они тоже True Wireless, они тоже до 10 часов работы, тоже влагостойкие, тоже поддерживают Апт-Х, но 6000. И это Creative, понимаете, это Creative, который, ну, при всём уважении, старая марка, известная, ну, со всеми вытекающими, не буду вам объяснять какие-то азы. Соответственно, вот, 7300, 6000. Вот тот и оно. Я думаю, что цена несколько оптимистичная, и она непременно должна упасть. Вот моя цена за эти наушники, вот та цена, которую я бы, вот, вам рекомендовал, 5500. 5500, вот, топ. За эту цену, с учётом хитрой конструкции чехла, они вполне себе ничего. А вот дальше это уже начинается какая-то, ну, философия. Ну, я бы за 7300 их не купил. Ну, соответственно, вот такая история. Наушники хорошие, китайцы делать научились, марка любопытная, буду обращать на неё внимание. Но, как часто бывает, вот, знаете, китайцы, пока они делали, как говно из сжёганной туалетной бумаги, было дёшево, почти бесплатно. Как только они подняли планку до действительно приличного уровня, случилось то, что случилось. То есть, хорошее стоит дорого, оно стоит примерно одинаково везде. Соответственно, чудес не бывает, но я надеюсь на возможности китайских мастеров немножко снизить цену до более разумного уровня. Всё, спасибо, что посмотрели ролик. Обязательно подписывайтесь и заходите на наши стримы. Там бывает довольно прикольно. Пока.